Приветствую вас, Александр. Я прочитал ваш вопрос. Во-первых, мне думается так, что если вы и ваша жена считаете, что то, что происходит между вами, является серьезной проблемой, ну или просто сколько-нибудь проблемой, то вам нужно обратиться обоим к семейному психологу для прорабатывания той проблемы, которая у вас есть. То есть эта проблема может быть как? Проблема отсутствия, например, взаимопонимания. Это может быть проблема как наличие каких-либо обид. Вот, это проблема, ну, может быть какая-либо еще, да, то есть тут вот нужно выяснять, что конкретно, но если вы считаете, что у вас есть проблема, то эту проблему нужно решать именно путем обращения к специалисту, потому что без обращения к специалисту вам эту проблему не решить, потому что существуют ограничения на то, как, к примеру, мы понимаем вашу ситуацию, на то, как вы ее понимаете и на наше взаимодействие с вами. Дальше, значит, вы пишите, живем и знакомой с женой 5 лет, то есть вы хотите сказать, что вы познакомились и стали тут же вместе жить? У нас дочь 4 года. Раньше я женат не был, но есть сын 10 лет. Очевидно, у вас есть опыт не совсем удачных отношений, раз у вас есть сын, но вы не были женаты. Жена все же добилась моих чувств, в итоге мы стали мужем и женой. Я не очень понял, что значит ваша жена добилась ваших чувств, почему жена добивалась ваших чувств, с чего, как это происходило и по какой причине вы выстроили отношения. Вот именно так, что жена, именно жена добивалась ваших чувств, а не вы сами. Ну, не вы, не вы как бы за ней ухаживали, да, а она добивалась. Вот, с другой стороны, не очень понятно, что вы вкладываете в это, что она добилась ваших чувств, но, так или иначе, это вызывает скорее вопросы, чем нечели, чем ответы. Я по своей натуре опытный специалист и полагаю, и получаю нормально. Ну, по своей натуре специалистом вы быть не можете, специалистом можно остаться. Она долгое время сидела с ребенком, далее у нее было две работы по тому месяцу буквально, которые не срослись в ее перспективе. Вот вы имеете в виду, что она не видела будущего. Работать я ее не просил и не гнал. Вот это была ее инициатива сама, ну ее собственно. Прошло время, и дочка подросла, стали семейные трудности, так как взяли ипотеку. Александр, вот вы, когда брали ту же ипотеку, вы же, наверное, понимали и видели ту сумму, которую вы должны будете, условно говоря, платить за ипотеку. Так почему же для вас, фактически, взятие ипотеки стало трудностью? То есть, я понимаю, если бы это был какой-то случайный, какой-то непредвиденный, непредвиденная статья расходов, в таком случае да. Но здесь ипотека, это, по идее, зрелая, это, по идее, сформулированное, сформированное, согласованное решение, в том числе и с вашими доходами. Здесь, то, что вы говорите про ипотеку, получается, что это решение безответственное. Я долгое время сам не знал ситуации, чтобы жена мне помогла. В чем? В итоге, она устраивалась на работу с графиком два через два с 8 до 11 часов вечера. С 8 до 11. То есть, это, получается, 12 часов. Работа постоянно на ногах. Из-за того, что я сам работаю с 5-дневным графиком и сам приезжаю домой в 21 час, у нас появились разногласия. Я бы хотел, если она хочет и может мне помочь, чтобы она нашла более лояльный график работы. Обратите внимание, Александр, вы говорите, из-за того, что я сам работаю и сам приезжаю в 9, у нас появились разногласия. В чем появились разногласия, конкретно в чем? Я бы хотел, если она хочет и может мне помочь, чтобы она нашла более лояльный график работы. Что значит лояльный? Чем вас не устраивает текущий график работы? Что значит лояльный график? Лояльный это как? Лояльный к кому? Логично, что она нашла тот график, который, эээ... Ну... Она нашла оптимальный вариант работы. Мне 38 и 28. Разница в возрасте достаточно большая и... Как бы вы не пользовались своим возрастом для доминирования над ней. Говорить с ней просто невозможно, так как она просто напоминает мне о том, что я сам её об этом спросил. И это правда. Случить ничего не хочет. А должна? Я понимаю, что ей было тяжело сидеть с ребёнком и все управляться и помогал как мог. Было дело уложилось позже, чем она, хотя она не работала, а я был сработал. А вы это пишете с какой целью, ну то есть, вы как бы, зачем вы пишете, что вы что-то делали, хотя вы были с работы, а она не работала, вы же это по идее делали всё для ребёнка своего, разве нет, то есть, к чему вы это написали? Я не хочу, чтобы она работала с таким графиком. Почему? Вы же пишете, что я бы хотел, если она хочет и может мне помочь, чтобы она нашла более лояльный график. Вы говорите, если она хочет и может, но она не хочет и не может. То есть, первое ваше сообщение, первое ваше фраза, это такая осторожная, деликатная и теперь вы говорите, я не хочу, чтобы она работала. Как ваше нежелание связано с её желанием? Ведь свободы одного человека, это свободы другого человека. Свобода одного человека ограничена свободой другого человека. странно. А почему вы не хотите, чтобы она работала с таким графиком? в чём я не брал, возможно. Ведь с таким графиком я её перестаю видеть и как женщину, и как человека. вы знаете, вот если посчитать, если посчитать, то вы стали её видеть реже, на два часа, вот в те дни, когда вы работаете, и один день, когда вы не работаете. Может быть два. То есть вы, да, стали её видеть реже, вот на то время, что она работает, когда вы дома. Но я не думаю, что это может повлиять на то, как вы её воспринимаете, и как женщину, и как человека. при условии, при условии, если между вами есть что-то общее. Если между вами, если у вас есть общие интересы, если у вас есть общий взгляд, если у вас есть точки пересечения. Я не думаю. То есть ваши опросения мне понятны. Ваши опросения мне понятны. Вот я стал чаще видеть свою жену, и так далее. Это понятно. Я понимаю. Но ваши опросения связаны, на мой взгляд, с тем, что между вами недостаточно много общего. И косвенно на этом указывает тот факт, что ваша жена добивалась вас. Она, как вы говорите, добилась ваших сил. Вот мне кажется, что ответ, он, вот здесь, в том, что общего между вами не так много, как могло бы быть, и поэтому есть страх. Так. Мало того, те два дня, что она работает, я не могу ей не позвонить, не написать смс, даже просто узнать, как она и как у нее дела, просто из-за того, что о ней заботятся. Александр, ну, справедливости ради, надо сказать, что если вы о ней заботитесь, действительно, если вы о ней заботитесь, то почему это выглядит так, как будто вы обижаетесь на то, что не можете проявить свою заботу по отношению к ней. Если вы о ней заботитесь, я вам верю, что о ней заботитесь. Но почему эта забота, вот с вашей стороны, носит такой акцентрированный характер? Ведь забота предполагает совершение того, что полезно и что лучше человеку, тому, о ком вы заботитесь. В данном случае у меня есть столько ощущений, что вы заботитесь о ней для себя. Дальше. Могу лишь наблюдать сонную зомбу? Ну, человек встает. В чем причина, может быть, или в ком? Причина чего? Чего причина? Я сам встал на нервах и своими просьбами только заставляю нервничать ее. Так, а на чем основываются ваши просьбы? Я не прошу вас отказаться от ваших просьб. Но если за просьбами стоят некие желания, то эти желания вам необходимо ей озвучить. То есть, к примеру, если вы хотите проводить больше времени с ней, то вам об этом и нужно сказать, что дорогая, я хочу проводить с тобой больше времени. Не просить ее от чего-то отказаться или что-то сделать, что является директивой. А именно высказать свои желания. Потому что ваше желание имеет право на жизнь. Ваше желание имеет место быть. А директивы нет. Я очень люблю свою жену и ребенка. Допустим. А как проявляется ваша любовь? Спустил ситуацию на пусть будет что будет, но понимаю, пройдет немного времени и снова будет скандал. Я снова попрощу об этом. Александр, ну здесь у меня есть столько ощущение, что вы не несете ответственности за свои действия. У меня есть столько ощущение, что вы как будто бы не отвечаете за свои поступки, потому что, ну, что значит будет скандал, потому что я снова об этом попрощу. То есть все находится в ваших руках. Все находится в вашем управлении. Вы можете не просить или вы можете попросить по-другому. И ситуация сама по себе также станет другой. И вы можете также не просить и будет скандал. Но даже, даже, даже просьба, ваша просьба что-либо сделать или не делать к вашей жене не означает наличие скандала сразу. Понимаете? Не означает. То есть в скандале участвуете вы, вы скандалите, вы ругаетесь. И вот в тот момент, когда вы скандалите и вы ругаетесь, вряд ли в этот момент вы говорите о своей жене. И вряд ли в этот момент вы говорите о том, что хочет она. Вряд ли в этот момент речь идет о заботе о ней. Чуть позже вы признаете, что дело в эгоизме. И это хорошо. Хорошо, что вы признаете и хорошо, что вы говорите про эгоизм. Но эгоизм необходимо реализовывать. Реализовывать правильно. Реализовывать конструктивно, реализовывать перспективно, как вы, как вы сказали, то как вы реализовываете свой эгоизм, то есть считаете свои желания, это деструктивно. То есть ваши желания таким образом удовлетворяться не будут в принципе, потому что вы сами говорите, что мои пройди заставляют жену нервничать. Это значит, что ваши же желания остаются нереализованными. И ничего не происходит. Смотрите. Поэтому свои желания нужно признать, о них нужно правильно говорить, конструктивно говорить, вот, и уже смотреть на реакцию жены. Вполне вероятно, что ваша жена просто не хочет удовлетворять ваши желания и в таком случае уже вам решать, что с этим делать. Либо у нее есть какие-то обиды на вас, либо у нее не осталось прям чего-в-в-чего. Такое тоже может, к сожалению, быть. Дальше. Идем. Так. Я не могу жить так, не видя человека. Почему? Что значит не могу жить так? Вы уже живете. Это первое. Второе. Что значит не видя человека? Вы видите просто реальность. Получается, не имея возможности даже нормального общения. Ну, здесь нужно более подробно разбираться, что вы подразумеваете под нормальным общением. На два через два, мне это надо тоже исключить, я не знаю, что делать, что. Что значит два через два надо исключить? Вот. Я не очень понимал. Это прилегатива вашей жены. Не ваш. Не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Дина реально сводит все на то, что это моя ревность, но ее нет. Я готов, чтобы она там же работала, но с ней не в график. А вы реально считаете, что это реально? Она мне не верит. Как быть, как пояснить, что я не понимаю. Это я не понимаю. И чтобы она вам поверила, нужно, чтобы вы приняли ее позицию. Ей вообще без разницы на то, что я говорю. Смотря на то, что вы говорите, и как, и как. Она говорит мне одно, принимай меня такая, какая есть, или нет. Или нет. Ну, это справедливо. Это же бред. Фактически это бери и смотри, я буду изменять, но буду с тобой или не быть. А почему вы говорите про измену? То есть, если вы говорите, что ревности нет, почему вы говорите про измену? Как измена связана с тем, что она работает? Почему вы связываете работу и измену? Особенно, если вы говорите, что она как сонная зомби, то составила. И у кого мысли об измене? У вас или у нее? Мне просто дают выбор, терпи или рост семью. Что именно терпи? Так. Вот вы пишите, да, есть некий эгоизм, так как я потерял свой комфорт. Я согласен с тем, что вы потеряли свой комфорт, но за свой комфорт несете ответственность только вы. Никто больше ответственность за ваш комфорт не несет Александр. Поэтому, если вы считаете, что вы потеряли комфорт, а это действительно так, то вам нужно его восстанавливать и не за счет своей жены, а за счет своих собственных ресурсов и действий. Так, проблема в том, что она попадает тоже. Так, у нас дочка, моя жена мне не изменяет. Ну, здесь противоречие. Вы говорите про измену, тут вы же пишите, что она не изменяет. С работы дает трудность, согласно на минуту она летела куда попало. Что значит, куда попало? Ну, вот опять, кто определяет, что куда попало или не куда попало? То есть ваша жена выбрала что-то. Да, она выбрала, ну, такой, может быть, не самый лучший вариант. Но, если кто выбрала, то выбрала. А вы даете оценку ее выбор. Вот. Осталось понять. Осталось понять. На основании чего вы даете оценку? То есть вот именно на основании чего? Мне кажется, что было бы весна здорово, если бы вы для себя самого определили бы вот конкретно, конкретно. определили бы с какой позиции, с какой, ну, с какой стороны, да, вы даете оценку ее выбору, ее решению и так далее. Я не понимаю, как вам объяснить это. Я ей верю, мне трудно с тем, что теперь я мало ее вижу, мало общаюсь с ней. Ну, так давайте посмотрим, почему вам трудно с этим. Давайте посмотрим, почему есть у вас трудности в этом направлении. То есть просто давайте это поиследуем. Почему трудно вам, а расплачивается за это ваша жена. Я не думаю, что это справедливо. Я не думаю, что это корректно по отношению к ней, к вашей жене. Личная ответственность, ответственность опять же, это не контроль, чисто человеческое желание быть ближе, не более того. Это похоже на зависимость. Она устает, секс пересел на ней. Давайте пойдем с другой стороны. Вы сами вылибили, мы готовы жить где-то 4 полных дня, видите любимого. А медленнее, медленнее, два дня по 30 минут, два дня по 2-3 часа. Почему нет? Ну, это вопрос некорректный на самом деле. То есть мы же психологи, а вы как бы перекидываете ответственность. Или все же действительно есть что-то во мне, что нужно искоренить. Да, вам необходимо взять личную ответственность, проработать с самооценкой, с личными границами. Вот, и с более четким распределением того, что вы хотите для себя и для своей жены. Тогда вопрос, как искоренить любовь к человеку, без которого ты не можешь? Бежишь к нему, устався с работы и прочее, просто быть рядом. Как искоренить любовь к человеку, без которого ты не можешь? Я вам скажу так, что если вы, как вы говорите, не можете без человека, то, к сожалению, это у вас, скорее всего, не любовь. Вот, скорее всего. Потому что любовь, она предполагает то, что человек может обходиться без другого. Любовь предполагает то, что человек способен обходиться без другого. Любовь, если мы говорим про любовь, любовь предполагает то, что человек может, может находиться на расстоянии от, значит, ну, от своего любимого, да, и при этом испытывать чувства. К человеку. Вот. Так что, я думаю, я думаю здесь, я думаю здесь, речь идет скорее не о любви. Я думаю, что здесь речь идет о, ну, о чем-то другом, если честно, я думаю, что здесь речь идет о какой-то другой истории. О потребности, о зависимости, но не о любви как таковой, потому что то, что вы говорите, очень похоже, ну, больше похоже на зависимость. То, что вы говорите, то, что вы описываете, то, что вы описываете, очень похоже на именно зависимость от, ну, человека. А любовь это все-таки не совсем зависимость, любовь это все-таки такое, ну, в большей степени, в большей степени это свободное чувство. Понимаете, в большей степени, в большей степени это, как бы, такое спокойное чувство. Понимаете? Ну, вот. Такая вот история. Дальше. Так, она спит, это понятно, но есть одно но, мне мало времени. На что вам мало времени? Как вам чувствуется, что времени мало? Ну, если я изменю работу, при ее зарплате, за что борется, она фактически не на все будет жить, либо фактически будет еле хватать. Я готов ее подождать, я не могу стыдиться тем, что ее стало меньше в моей жизни. Графика более удобного там нет. Ну, опять же, Александр, здесь есть противоречие, потому что вы в начале своего сообщения говорили, ну, не в начале, а чуть ранее, вы говорили, что, в принципе, ну, готовы были бы, вы согласны с тем, что она работала бы в том месте, да, но только по другому графику. Теперь вы говорите, что графика нет. Ну, то есть это... Такая, я бы сказал. Немного странная история. Такой вот, такой вот момент. Дальше, вот и как быть, дайте совет, он мне очень нужен. Вы знаете, по вашим, по вашим ответам специалистам на, по вашим ответам специалистам, я думаю, что вы находитесь в состоянии жертвы сейчас. И играете в психологическую игру, да, но. Вот, вы можете изучить ее в интернете самостоятельно, вот, вы можете поиследовать эту игру самостоятельно, вот. И, ээээ, вы увидите, вот, это состояние жертвенности, когда вы хотите, чтобы вам помогли, но при этом любой вариант вам предложен, и вы будете отвергать. Вот. Вот. Поэтому до тех пор, пока вы играете в эту игру, игра, называется, да, но. Ээээ... Ситуация, к сожалению, не решится, не решится. Чтобы она решилась, вам нужно перестать играть в эту игру, то есть взять на себя личную ответственность за то, что, в том числе, происходит между вами и вашей женой, и, в том числе, что происходит непосредственно у вас, непосредственно с вами. Вот. Это тоже очень важный момент. Если вы любите своих жен и детей, и ребенка, точнее, то вы хотите, чтобы они были счастливы. Но поступаете вы сейчас совершенно не так, чтобы они были счастливы. Я вас не обвинял. Я просто хотел бы, ээээ, продемонстрировать вам этот момент. Вот. На этом все. В принципе, я надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.